Начнем наш выпуск сегодня со спортивной информации. Надежда на спортивный резерв, универсиады в Казани, Олимпийские игры в Сочи, чемпионаты мира по легкой атлетике, хоккею и футболу. В ближайшие годы российские регионы примут у себя десятки престижных соревнований. Отстаивать честь страны на них будут только лучшие из лучших. Ставка на подготовку спортсменов высокого класса. Но в последние годы отбирать достойных становится все сложнее. Насколько серьезен кризис в спорте высших достижений и что поможет сделать систему совершенной. Сегодня об этом говорили участники масштабного форума. Акценты на нем расставил заместитель федерального министра спорта Юрий Нагорных. Еще утром он провел рабочую встречу с главой республики. Михаил Игнатьев не упустил возможности поблагодарить гостя за эффективное взаимодействие, которое сложилось у региона со спортивным ведомством. Эта работа приносит свои плоды. Вклад чувашских спортсменов в общую медальную копилку довольно весом. Яркий пример тому прошедшая Олимпиада в Лондоне. Кто готов сменить уже признанных лидеров? Об этом тоже говорили на спортивном форуме. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Подготовкой спортивного резерва в стране занимаются 5015 спортивных организаций, из которых 113 региональные центры спортивной подготовки, центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, 55 училищ олимпийского резерва. Выбирать достойных есть из кого. В школах, спортивных училищах и различных центрах по всей стране тренируются более трех миллионов ребят. Потенциал неплохой, но до совершенства пока не доведена сама система. Снижаются расходы на учебный процесс. Зачастую не хватает денег, чтобы приобрести необходимый инвентарь. Другая проблема – кадровый кризис. Квалифицированных тренеров, желающих работать за копейки, отыскать сложно. Нависшие проблемы решать необходимо немедля. Результатом проведенной работы стал вывод о том, что существующие тенденции в системе подготовки спортивного резерва через 8-10 лет привели бы к потере позиций России даже в тех видах спортов, в которых сегодня наша страна занимает лидирующие позиции. Первая задача в общем списке – увеличение заработной платы тренеров. Меры уже приняты, повышение будет поэтапным. Через пять лет наставники спортсменов будут получать в два раза больше, чем сейчас. Это решит еще одну проблему. В системе появится много молодых специалистов. Для того, чтобы создать условия, для того, чтобы и после окончания вузов молодежь приходила работать в детские спортивные школы, в клубы по месту жительства, сегодня разработаны рекомендации. Даются возможности и повышающие коэффициенты вводить, и различные единовременные выплаты производить, решать вопросы, если это речь идет о сельских поселениях, по приравниванию их к педагогам. Зачастую тренеры не могут найти возможности отправлять своих подопечных на соревнования. Где-то на помощь перспективным ребятам приходят спонсоры. Инвестировать в спортивную отрасль в последние годы начали больше. Частные инвесторы, поддержку тех, кто любит спорт, устанавливают во дворах вот такие снаряды. Любой житель может на котором заниматься, не обязательно покупать какую-то дорогую карту, либо абонемент, вот вышел во двор площадка. А это последний писк моды. Вместо обычной травы на стадионах укладывают универсальные покрытия. Играть в футбол на нем можно даже зимой. Поставщики дают гарантию, материал долговечный. Подобные газоны не в диковинку и для чуваши. И похоже, что в этом случае пример действительно заразителен. В Чувашии семимильными шагами развивается массовый спорт. Во всех районах возведены физкультурно-здоровительные комплексы. Недавно их передали на баланс спортивных школ. Это тоже позволило решить массу проблем. Не только улучшить условия для занятий юных спортсменов и повысить эффективность использования современных спортивных сооружений, но и снизить управленческие расходы, увеличив за счет этого фонд оплаты труда тренеров. То, что в Чувашии выстроена отличная система подготовки спортсменов, гости отмечали не раз. Но стремиться региону еще есть к чему. Ставку необходимо сделать на развитие уличного спорта. Федеральная программа по развитию отрасли будет продолжена. Строить спортивные объекты в регионах будут и дальше. Хоккейные площадки, футбольные поля. Да и много не надо там таких спортивных, много затратных сооружений. Простые вещи, чтобы человек мог потянуться на турнике, если хочет, смог потянуться. Хочет покачать мышцы, пускай покачает. Никаких вопросов нет. Это тоже станет залогом для подготовки достойных спортсменов. На резерв возлагают надежды. Именно от них зависит престиж страны. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.